Погода в этом сезоне чудит, хотя последние годы она чудит каждый сезон. И сегодня мы вновь разговариваем о заморозках и защите от них. И будем, конечно, накрывать наш виноградик. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарик по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, краткое содержание предыдущих серий. Этот сезон у нас начался невероятно рано. И 1 апреля мы уже ходили в маечках, но потом у нас холодало, выпадал снег, потом опять теплело. Вроде бы казалось, что уже угроза заморозков ушла. Виноградник наш мы открыли. Я сейчас нахожусь на дачном участке. Вот еще неделю чуть больше назад он был под зимним укрытием. Но держать под зимним укрытием уже не предоставлялось никакой возможности. Поэтому мы все раскрыли и подвязали. Вот такие побеги здесь на сегодняшний день. Уже их пора подвязывать. Уже пора давно было бы проводить зеленые операции. Делать проломки, нормировки. Но погода опять чудит и опять преподносит нам сюрпризы. Тоже смотрите, интересно, как у разных сортов по-разному. Здесь побеги почти по 15 сантиметров. Это, кстати, макузани. А вот это пинорани. И у него почки только просыпаются. Вот на пасмках просыпаются чуть раньше. Вот так вот. Еще только-только. На втором участке, кстати, тоже он растет. И там абсолютно то же самое. Вот такое маленькое отличие не в том, что кто-то говорит, вот у меня вот такое укрытие, вот оно там помогает. У меня есть торможение в росте, да. Торможение в пробуждении. Конечно, конечно, определенно роль определенных укрытий в этом есть. Но все равно разные сорта просыпаются по-разному. Еще раз обращаю внимание. Смотрите, там пристенок. Вот там разные сорта. Ну, видно разница в побегах, да. Но все равно они довольно-таки большие. Вот другая сторона дома. Ну, это, конечно, смотрите, там южный пристенок, да. Здесь западный. И мы видим, что здесь рост побегов совершенно другой. Да, хотя пристенок и вне пристенки у некоторых сортов побеги. Гораздо большие по размерам. Почему? А потому, что разные сорта. Ну, и теперь мы с вами переместились в тепличку по одной банальной причине. На улице пошел дождь. Но мы возвращаемся с вами к прогнозам погоды и к заморозкам. Значит, когда мы там примерно неделю назад все открывали, да, мы смотрели прогноз, и все должно было быть хорошо. Впрочем, долгосрочные прогнозы в этом сезоне – это вообще вещь неблагодарная, да. Да, 1 апреля, когда я смотрела прогноз на весь апрель, там вообще было все классно, все тепло и хорошо. А потом, как пошли, да, скачки уже, и снега кто-то схватил. Поэтому долгосрочные прогнозы – это такая вещь. Одна бабушка сказала. Так вот, мы открылись, подвязались, да, и я объяснила, почему. Потому что в дальнейшем держать на земле нет, конечно, можно, и подвязать потом тоже можно. Но это большой тяжелый труд, поэтому мы пошли по другому пути, да, мы открылись. Всю эту неделю, скажем так, чуть больше, опять же, мы следили за прогнозами, и прогнозы менялись, вот Ventus Sky, которым мы с удовольствием пользовались в прошлом году, в этом, ну, как-то он подводит. Буквально еще там вчера, например, он с утра показывает, что вот эта ночь с 7 на 8 будет теплая, да, будет там плюс 2, плюс 3, там через час показывает минус 2, минус 3, потом через некоторое время опять плюс, опять минус, то есть, ну, какие-то такие бесконечные качели. Ну, вот на сегодняшнюю ночь все прогнозы показывают минус, вообще все там. И гесметию прогноз в телефоне, и Ventus Sky показывают, что минус будет практически всю ночь. Конечно, у меня есть небольшие сомнения по этому поводу, объясняю, почему мы в теплице, потому что на улице идет дождь. Как правило, да, если идет дождь, если мокро, то заморозков, ну, по крайней мере, весной я не помню. Ну, это с одной стороны, да, но с другой стороны все настолько смешалось в доме Аблонских, что все там приметы и признаки, ну, это такое себе дело. Как-то в последнее время погода ведет себя не так предсказуемо, да, как нам хотелось бы. Ну, поутру посмотрим, да, кто оказался прав. Конечно, мы решили не рисковать, и вот приехали сегодня с малышкой на дачу дачный участок укрыть. Деревенский участок тоже будем смотреть по прогнозу, муж приедет с работы, посмотрит прогноз, ну, и дальше уже принимает решение, укрывать там или не укрывать. Дело в том, что там сам по себе участок, он более теплый, он более защищенный, там на горочке, поэтому там минус всегда, скажем так, меньше, да, и температура там всегда теплее, чем на участке дачном. Здесь лес, и на самом деле рядом болото. И вот это болото бывает, что дает о себе знать, и бывает, что здесь заморозки. А чем мы будем укрывать? У нас все тоже зимнее укрытие, это синтетический ватин. Вот часто спрашивают, что это за материал. Это синтетический ватин, по факту это прошитый синтепон. Много лет мы уже им пользуемся, пользуемся довольно успешно. Часто спрашивают, где купить. Вот купить сейчас его проблема раньше, ну, и сейчас, наверное, брестская фабрика, одежная, шила их, как отходы от производства. Ну, вот в том месте, где мы покупали все эти годы, что-то они там с этой фабрикой у них какие-то терки, и они больше не закупают, а у других компаний уже этот материал становится, ну, какой-то нереально дорогой. Поэтому мы переходим на дарнит или геотекстиль, и вот на деревенском участке будем укрывать им. Вот сейчас кадры, как мы укрывали до этого, да, на предыдущие заморозки, вот будет все абсолютно точно так же. А теперь сам способ укрытия. Вообще предыдущие годы мы вот это вот, полтора метра, у нас длина этих одеялок, мы покупали рулоны и просто их разрезали и в два слоя сшивали. Так вот, мы просто вешали на проволоку, вот так вот, как белье, и все было удачно. Всегда эти одеялки нас прекрасно защищали до прошлого года. Вот в прошлом году морозы, именно морозы весенние были такие, здесь замерзала вода в трубах, да, здесь было минус пять чуть ли не всю ночь, и уже это укрытие не работало так, как ему должно было работать. То есть, часть почек мы, конечно, спасли, но далеко не все. Поэтому мы немножко изменили способ укрытия. Почему мы раньше до этого не додумались, я не знаю, ну, так бывает, да, что хорошая мысля приходит опосля. Что мы и делаем в этом году? Принцип тот же, да, это те же оделки, только мы чуть-чуть по-другому их будем применять. Я уже тут кое-что сделала, и изначально я их крепила к проволоке прищепками, но это не совсем удобно, и теперь я буду крепить их проволочками. Смотрите, у меня тут нарезано, да, алюминиевый кабель в изоляции. Шикарная штука, где-то сантиметров 15, вот в такую скобочку укладываются, и все получается классно. А вот там я сейчас покажу, я попробовала с прищепками, и там у меня укрытие раздувалось, а это не раздувается и хорошо держит. Значит, пока что закрепляю по одной стороне, я опускаю эту одеялко вдоль, оно у нас касается земли. Так, и сейчас перейду на другую сторону. Покажу. По второй мы вот так вот его пускаем поперек, и сверху накрываем. Здесь, опа, защепляем. Вот. Так, и все, что нам остается, ай, тут бешеная всякими штуками, это уже прищепками скрепить места соединения. У меня просто пока я тут кое-что делала, разрядилась камера, и вот пока она заряжалась, я укрывала у родителей, понимала, что у меня прищепок не хватает, попробовала проволочку, и получилось шикарно, ветер не раздувает, все замечательно держит. Вот. Укрыли. И проволочкой. Раз. И два. Зажали. Вот здесь, видите, я шпалеру накрыла, вот там вот держится. Да, здесь ветер раздул. Ну, прищепок я использую мало, как-то я их маловато с собой взяла, поэтому, видите, вот что получилось. Хотя там вот, ну, там нормально. но проволочками гораздо лучше и надежнее. Как я уже сказала, на втором участке, на деревенском мы будем использовать дарнит, за счет того, что он в большом рулоне, его использовать проще, быстрее. Обернул, и все. Как он работает, сколько он держит температуру, сказать сложно. Вот это мы спасались в двадцатом году. Мороз пришел вечером, еще часов девять. Я еще часть накрывала, и было минус четыре до утра. Тоже замерзала вода в трубах, и все выдержало. Но вот прошлый год не выдержало. Ну, я говорила, да, что мы вешали просто как белье. Сейчас получается, что у нас такой хороший объемный шалашик, который должен держать тепло от земли. Поэтому я думаю, что это укрытие замечательно нам поможет, если его хватит на весь объем. Ну, на то, что не хватит, будем смотреть укрывать спонбондом. Смотрите, на что хотела обратить ваше внимание. Часто ж можно услышать, что вот двуплоскостная шпалера, да, это это не для севера. Ну, плоскостная шпалера как раз таки в наших условиях наш большой друг, потому что смотрите, у нас фактически создана инфраструктура для объемного укрытия. да, вот повесили на вторую проволоку и все, нам не надо ломать голову, ставить дужки какие-то, да, создавать что-то дополнительное. Мы все можем делать вот по существующей до инфраструктуре. Поэтому в данном случае выплоскостная шпалера наш друг. И если не хватит, то спонбондом тоже по второй проволоке можно запустить. Ну, касательно спонбонда. А спонбонд держит тепло так себе и может спасти только если заморозок небольшой. Особенно если спонбонд небольшой плотности. Ну, смотрите, да, вот, у нас следующая проволока, она бликоваста. А если бы мы сделали ее где-нибудь здесь, то даже тонкий спонбонд мы один пускаем ниже, а второй выше. Два слоя, между ними создается хорошее воздушное пространство, которое прекрасно должно держать тепло. Получается у нас тут небольшое провисание, но сейчас мы все подправим. Пройдемся просто по этой стороне. Вот, подтянем укрытие. и подожмем. Ничего страшного, просто когда я стой, то мне плоховато может быть видно. Вот, все это легко устраняется. Здесь опять же раз, вот эту еще подтянем, и вот этот стык можно прищепочкой закрыть. конечно, конечно, опять же кто-то скажет, а чего открывали? Открывали, потому что в том была с нашей точки зрения необходимость. Возле дома я опять повторяю ту же конструкцию. Единственное, этот раз вот я нашла упаковочную ленту и прищелкиваю через нее. Потом за нее потянул, все снял. не портится спонбонд, но в принципе с ней удобнее. Плюс само крепление несколько надежнее. И важно тоже при укрытии спонбондом максимально широко. Там уже побеги большеватые, вот я постаралась так растянуть. Конечно, жутко мешает ветер. Это просто какое-то, я не знаю, наказание, да, сегодня. То дождь с утра, то ветер не знал. Какие заморозки, что это погода себе думает. И еще одеялок не хватило. Вот здесь я сделала укрытие, скажем так, двухъярусное. Тридцатка спонбонд. Там тоже не хватило, к сожалению. Здесь уже чисто моя импровизация. Значит, тридцатка спонбонд. Первый лист через вторую проволоку, второй через третью. Видите, какое там воздушное пространство хорошее. Ну да, тут дырка. Посмотрим, может быть, еще найду, чем ее заделать. И внутри бутыли, бутылки с водой. Также все, что подручнее было, все сюда легло. Но об эффективности будем судить завтра, послезавтра. Здесь у нас тоже спонбонд, но он здесь поплотнее. Это не тридцатка, может сороковка, не знаю. и тоже смотрите, максимально широко и тоже там вода. Здесь, кстати, лучисто, он очень чувствителен к отрицательным температурам. Вот опять же, посмотрим, как он выдержит. Ну, торец еще постараюсь заделать. Как говорится, тут все в процессе, тем более, что я здесь с малышом, поэтому не так все просто и быстро сделать. Ну, вот, как обещала, смотрите, одна плоскость, да, то есть здесь укрыть, скажем так, несколько сложнее, нет, физически вроде как проще, но на самом деле не проще, да, меньше вот эта поверхность контакта с землей, но здесь везде положено бутылки, сколько их было, столько и положили, где-то штучек шесть, их здесь лежит под укрытием. Ну, здесь, конечно, пристенок еще, но пристенок такой великовастый, поэтому еще подстраховались. Ну, вот мы как-то укрылись к вечеру, немножко распогодилось, выглянуло солнце, да, против утреннего дождя, но ветер, 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 вот немножко наше укрытие раздувает, но это не критично, но посмотрим, если будет время и возможность, то может быть еще уже совсем поздно вечером выйду чуть-чуть их подоткну, одеялки, скажем так, да, если где-то раздуло, поправлю, ну, если будет настроение и силы, и все остальное, но если не будет, будет как будет. Все равно что-то мы убережем, а вообще, конечно, будем надеяться на хорошую погоду. Ну, в теплице включим вентилятор, скажем так, самое простое, самое доступное. Ну, а утром посмотрим, что у нас получилось. 7 утра у нас вот в этом месте минус 1. Можно даже посмотреть, да, что чуть по-разному, там больше и не, здесь вот возле этой шпалеры, да, вот где градус не лежал, здесь поменьше, ну, а здесь так совсем, да, совсем на одеялках и не, ну, раскрывать я пока сильно не буду, но вот лучистый, да, где у нас спал, и вроде бы все хорошо, видите, вода, вода, и еще раз вода, но в остальном пока что никуда не лезу, да, холод пускать не буду, но если вот так вот заглядывать в щелочки, то вроде бы все хорошо, но эта ночь не последняя, да, будет еще одна, так что, как говорится, нам будет день простоян, до ночи продержаться, и вроде как будет более жестко, но посмотрим, посмотрим, пока вроде бы немножко, немножко простояли, ну, как всегда, мы будем надеяться на лучшее, и вам желаю, чтобы морозы в вашей участке все-таки обошли страну, на этом я с вами прощаюсь, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов, награды, наши контакты, и до новых встреч, еще,